Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия Заканчивается голосование по выбору названий для трех видов новейшего стратегического вооружения Император, Караси, Автальмолык уступили лидерство вариантам Пальмира, Шептуна Горыныч Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства обороны Всего пришло более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений После их обработки и анализа были определены по 50 наиболее популярных названий для каждого вида оружия Проголосовать за которые можно на сайте военного ведомства Новую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой большинство, более 484 тысяч проголосовавших, около 18% решили назвать Пальмира На втором месте Император, почти 372 тысячи, около 14% Среди лидеров также Нежданчика Тишина, более 28% проголосовавших, почти 50 тысяч, решили назвать беспилотный подводный аппарат Шептуном На втором месте Карась, 27%, 47 тысяч проголосовавших Более 23 тысяч человек, почти четверть от всех проголосовавших высказались за Горыныча в качестве названия боевого лазерного комплекса На втором месте Автальмолог, 12 тысяч, почти 13% Также популярны были названия Светлячок, Циклоп и Зайчик О новых видах вооружений впервые рассказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 марта Он предложил выбрать название трех новых видов оружия на сайте Министерства обороны Голосование должно завершиться 16 марта Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня Подписывайся Перейти в мою ленту новость размещена на сайте вседоски.ком Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком